здравствуйте друзья с вами назар и мы продолжаем играть европа нерсаль 4 в нашей игре мы сейчас воюем можно соединить кораблики торговые не успел ладно сидит дома у нас тут идет война наступает вражеские войска хорошо тут мы двух провинциям берем крепости остальном и ничего больше такого не делаем французы французам а здесь войска которые отступили пока что в бессарабию чтобы прикрыть вот этих ребят я наверное что буду себе покупать еще конницу вот так по 2000 на каждый стек из тех что расположены вот здесь на западе ну и сюда тоже бы не помешало потому что нам очень не хватает кавалерии сами видели в прошлой серии как вражеская хорошо действует наша очень плохо действовала надежда на французов что они разобьют хоть парочку стеков вражеских тут еще и генерал нам попался так себе выстрел него хороший но вот шок очень плохой да я с одного умения у него нету совсем этого хотя бы два давайте переведем лучше стоит давайте в молдавию приведем так здесь делим сюда часть отправляем так интересно куда французы тут наверху вижу мелькнула польская армия достаточно такая большая и грозная кого зов это будет у нас тут южные грузинские территории будет брать тогда французы пошли поляков убивать поляки тоже сюда вклинились отлично еще отсюда идут пусть они себе там воюют за конечно проиграли они по-другому не умеют ульмин что-то не спешит помогать перешел бы сюда например значительно бы помог так и десант взят шо давайте пойдем на закарпатье то у нас горная провинция а будет попроще обороняться так хорошо хорошо наверное нужно подождать и потом возьму еще одного генерала 5 очка у нас всего не очень-то и много французы проиграли но у них было 56 тысяч стала 21 хотя бы полякам немножко спилили на рекрутов давайте сначала посмотрим что у нас а у нас тут вижу еще не полностью кавалерии давайте посмотрим по войскам и твою мою 67 136 рекрутов польша 19000 40 мощные у них войска конечно у нас тоже сто сто семьдесят тысяч немного и немало было около 200 к сожалению мы тут проиграли две такие битвы важные здесь мы очень огромное количество просто рекрутов потеряли в шерване когда у нас не было генерала пришлось отступать так нидерланды где-то не вижу я нидерланда голландцы голландцы где ваши армии 3000 они сюда высадили вот вижу идет хорошо хорошо их тут наверное убьют эти 3000 скорее всего странно что не видно литовцев они бы уже должны были отремонтировать возобновить численность своих войск отремонтировать говорю так это кто у нас броненбург теперь я уже могу наконец-то посмотреть у нас веная осталась очень большая нужно уменьшить давайте наверное возьмем эту эффективность торговли 10 процентов даст давайте берем ближайшее время нам не понадобится наверное эти очки этот хочет осуждать здесь поляки тут пошли пришли летовцы к нам ты что 11 мая короче и отступаем отсюда они дураки конечно так все отступаем сюда так потери немножко на тысячу кавалерии больше им убили но все равно потери большие хорошо что вот это еще армия не уступила сражение иначе было бы намного сложнее да в одном из видео узнал что если вот здесь стоит несколько стеков если их вот так объединить вот здесь вверху через эту кнопочку объединения то сбивается вот этот счетчик конечно я не уверен правда ли это или нет говорилось там видео что нужно вот так через эту кнопочку их соединять вот не так как сейчас я сделала через эту внизу в окне осады так куда я отступил в армению хорошо тут хотя бы города шарван шарван у нас нет гор ладно конечно можно попробовать сейчас мне не очень-то хочется 56 процентов терять осады так сколько у нас здесь 7 кавалерии здесь тоже 7 здесь у нас есть 6 плюс 28 тут 6 короче говоря я так думаю до 8 тысяч нужно довести будет потом каждый из армии так идут за нами но отстают классно было бы если бы здесь мы взяли потому что нужно будет отступить крайне хорошо это неважно это не важно поляки почему-то здесь встали французы французы стягивает но одной по две тысячи мсу 26 тысяч их не армия идет так блин нидерланды идите убивайте вражеские стеки не осаждайте сомнение корсика перешли православие хорошо пожалуйста закончить осадок в этом месяце и ночь будет нам очень плохо так много я выиграли мы да ну раз так эту армию я включаю на ускоренный буду сюда идти возможно с этим стеком столкнемся смотрим тут есть конечно двадцать три тысячи этого хватит есть молодцы рималовцы ребята взяли провинцию супер так 5 июля 6 июля 1 июля 6 июля 8 июля блин не успеваем куда они идут они пошли умигрелию хорошо мы пока что армия эти здесь соединим они пошли наверное на север и вот за этим стеком пойдем сюда французы еще подошли но они идут виде сан блин куда же идти тут по идее можно помочь нидерландам если будет какая-то битва здесь можно помочь французам эти пока что уходит на север она давайте вот так вот так будем идти так то что ж у нас такие траты огромные на подкрепление 50 тысяч день ой 50 монет в месяц уже сейчас он наговорю тут закарпатье взята так хорошо бы поляков разбить давайте наверное что блин ну тоже французов тут оставлять очень-то хочется они же идиоты сейчас сольются поляки здесь тоже так неплохо наверное подвернуться сейчас сюда будут атаковать но недоланного они не будут атаковать это по-любому ну ладно поляки подождут мы пока что идем вот сюда этими южными группировками тоже пойдем на север папа 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 это очень будет хорошо хотя дворяне сейчас победят литовцы пожалуйста литовцы победите победите пожалуйста 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 а почему французы не вступили в этот бой так идут на азов ты значит на заборожье до прикрыть этих 7000 ну да литовцы если бы литовцы здесь выиграли мы бы могли с ними сразиться и разбить запросто придется помочь французам пожертвуем престижем так у нас свободные дипломаты хорошо тебе сюда и тебе в мантуе наверное отношение лучше знаю будем аннексировать и не будем сразу манту или поддерживаем их посмотрим потом по ходу дела так эти идут скорее всего что на запорожье ну сейчас посмотрим у нас тут армии близко так стой здесь и лучше иди в черкасс туда по ходу поближе до запорожья так да на запорожье не идут только я не знаю смогут ли французы удержаться когда мы прибудем сюда ну давайте рискнем что поделаешь французики на вас надежда 15 есть есть 23 24 французы не не продержится но атаковать я думаю все равно нужно враг охотним ну литовца хоть немножко потеряет боевой дух может его продерживаться продержали смотрите молодцы 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 этот бой надеюсь мы выиграем хотя мы его проигрываем жесть ну как можно так проиграть смотрите смотрите вы дух выше и мощный натиск когда у них генерал покруче дисциплина выше тактика одинаковая но как можно проигрывать пехоты и всего всего больше яхо-мухо мы еще и проиграли или выиграли не знаю всякое сейчас возможно но эту армия по-любому отправлю сколько мы проиграли 23 тысячи господи это в защите это в защите 7000 орудий жесть это просто жесть почему литовцы настолько что у них за идеи ну дворянские там на кавалерию есть ну и качественно качественный у них 0 не прекращено вообще от чего от чего они так нас выгребают сихины выгребаем от них капец да нам бы еще вот эту взять но мы ее не возьмем ближайшие наверное года 2 нужно хоть немножко убивать если еще сейчас мы проиграем это будет просто просто пипец смотрите смотрите как они нас выносят 10 тысяч 10 тысяч ну как такое возможно причем у них еще и пехоты было меньше значит они получали штраф кавалерии это все наверное из-за того что здесь 6 шока и я не понимаю я не понимаю в чем дело просто просто пипец еще 40 тысяч поляков нидерланды где вы ну нафиг такие войны да литовцы то они какие то не знаю терминатор как их убить литва 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 сто двадцать тысяч резервистов рекрут поляков 9000 поляков еще хоть как-то можно с ними разобраться но они опять они сейчас пошли сейчас будут все здесь убивать нет я пойду к французам ставься галочка французы теперь идут ко мне ну сюда идти не знаю есть ли смысл хотя бы у нас денег полно значит можно будет как-то восстанавливать свои силы мегрелья что ж ты так долго здесь так пошли на французов королевская армия ну королевской армии сейчас придет конец говорят поляки есть ли смысл отправлять помощь если еще бы французы сюда и шли помогать своим а не в какой-то едисан тогда было бы смысл а сейчас да жаль нельзя взять командование от себя вашими союзниками или хотя бы теми кто находится в вашем подчинении то есть униатами или вассалами поставил вроде галочка на соединение но все равно не идут сюда к нам так французы куда и приводят их сюда это братслав 24 января там можно рискнуть можно стоять французы идут ладно 27 января смотрим сейчас смотрим сейчас они они сюда и шли ясно понятно сюда можете даже не идти так так они пошли на нас 7 февраля 6 февраля тут пока что свалим так опять за нами идут тут уже похоже не получится 13 23 да не получится попробуем отступить нидерланды нидерланды идут на черкассы французы тут немножко войск имеют нет не успели ну они наверное идут к нам разве что остается только стоять надеяться что поляки поляки похуже нас хотя у них видите степлина очень хорошие ну смотрите вроде как так стоим держимся когда они прибудут 14 марта ну 3 дня я думаю продержимся да держались хорошо так эти еще идут Бранденбург сейчас посмотрим так Бранденбург не хочешь сражаться и что мы тебе сделаем сдам типа отдать нидерландам зачем он мне это отдать кому вот ринге хорошо вот ринге у нас где-то здесь вот ринге хорошо одесса вот ринге ага здесь ну ничего с тебя не будем брать просто 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 предложим тебе мир очистить требования разорви союз с поляками денег у тебя нет поправляем французы ну конечно нужно здесь стоять 50 тысяч держать так смотрим ого прям битва наций какая-то произошла ну хотя бы здесь мы потеряли меньше тут понятно 6 огня было у французского генерала хода французский был генерал а тут идет литовская армия нас убивать так что сваливаем наверное отсюда или будем стоять грилья взята ладно я пойду вот так этим путем они тоже сваливаются так что сводим все войска свои сюда ту шестьдесят одна тысяча возможно содержание войск так они разделились это уже хорошо надеюсь одна армия пойдет сюда хотя бы одна сюда пойдет не чего не нас атаковали и слились полностью это что такое было только что ну окей хорошо хорошо так пошли убивать французов сейчас посмотрим куда они дальше ага тут пошли наши и они тоже идут ну мы тоже поможем нужно помогать союзникам так вступили в бой может еще и эту армию получится вынести 1700 потери круто так у поляков тут около 20000 да вынесли смотрите вынесли фронт литовской армии все литвы здесь нет осталось только польши но польшу сейчас мы попробуем вынести не это какое-то начало они нас тут как детей прям раскидывают теперь мы их раскидали ну или это наверное мантуй тут или нидерланды не знаю какие это войска возможно у них там лучше войска это все таки западная техгруппа там покруче будут армия еще ульм идет больше куда-то свалила но я вижу мы не можем вообще воюем как какие-то блин что я сделал что я сделал умного взял и отступил ну хотя бы сюда в соседнюю провинцию хорошо хорошо катовские крестьяне себе будут шарван нам не нужен я просто себе думал может взять и сделать тут грузию почему бы и нет если так подумать вот этих взять и никсировать а грузию себе сделать так эти ребята грузим на кораблике ну давайте их сюда в Африку перебросим или нет все таки нам в Сирию нужно брать чтобы соединить здесь уже наши земли грузия пока что подождет я думаю 2 августа 5 и нет атаковать я не хочу вас можно конечно поляковой пехоты очень мало 9 и 16 хорошо нужно попробовать их отрезать так французы пришли вижу если французы будут атаковать мы тоже атакуем с двух сторон в имя себе взять немножко воинской славы так ты с кем теперь воюешь блин они сейчас опять возьмем в Сирию себе без вассала да что что такое происходит и смотрите одна провинция которой мы отдали персам перешла здесь не перешла здесь и здесь были иракские националисты не перешла блин нафиг нам она вообще нужны эти повстанцы если они так долго переводить эти провинции к собственным там где ну как кому они должны принадлежать и торгуй тут тебе ничто не огражает что фрегат это что у нас такой еще один фрегат куда он взялся не знаю так сюда значит эти ребята у нас пойдут на Киев смотрите как поляки упорно сопротивляются эмоции и потеря у нас покруче но у поляков больше кавалерии погибло плот куда-то на юг ушли пробуем этой армии догнать а нет они пошли на визу на север сюда попробуем добить если получится конечно ну вот почему они не не умирает не заканчивается бой если на нулю уже боевой дух почему так маршава ну блин либо в галиции либо упряживание наверное что идут они тут стали далеко за ними не нужно есть добили встанем в варшаве и за черкассы хорошо вот так тут поляки главный что если украину просто сделать себе независимый не брать ничего не делать и просто сделать независимой сто процентов не получится псков полоцка полоцка не вижу смысла грузия грузии было бы прикольно а потом ее аннексировать ну точнее взять за вас это было бы неплохо это было бы неплохо Крым ого себя Новгород одна провинция Рига одна Псков две наверное что по старинке россии вернем парочку провинций и может если будет сто процентов смотрим может и получится нам это сделать собедем грузию так и денежка неуклонно падает вниз стопа от поляков что можно такого взять хорошего многое державы украина тут у них сколько нет все таки три провинции получат а потом можно например тоже нужно сто процентов три провинции сто процентов дурость какая то в том что три провинции ну их съедят сразу просто если бы здесь можно было украину например выделить а потом а нет так не получится с литовцами тут придется быстрее мириться так не получится так не получится ладно пока что будем брать их провинции потом уже будем думать что с ними делать так можно на четверочку поставить ну сначала давайте будем брать литовские поляки подождут ну никуда не денется уйди с варшав а разделил хух я уже думал не разделил и послал на бред все таки разделил крестьяне пусть себе будут крестьяне так литовцы тут собирает все таки армии нужно их пресекать эти попытки сразу кастиль я покинул отлично супер это очень хорошо что кастиль я покинула коалицию значит можно будет без проблем не убить войну так десятьтысячные надеюсь убью теолог появился шо технология новая группа идей нужно ли оно нам стоимость технологий минус 5 попа берем 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 и будем строить университет тысяча девять мы сейчас в долги влезем а нет все таки можем лезть конечно но небольшие строим значит нужно было подождать но я не хочу мне нужен университет чем быстрее тем лучше пять процентов конечно это очень мало но хоть что то слушайте мы еще сейчас проиграем и что нет ну все конец хорошо да собирают они такими небольшими армиями спор о границах сирии только от сирии если у нас сейчас станет вассалом может не станет хотя сирия тут побеждает типа но я сомневаюсь хотя бухара давайте посмотрим может ли она нет у нее нет никуда прохода но персия кому дает казани Йемену и Белуджистану казань может пройти хотя Тамариды наверное не дают прохода не дают казани значит казань может прийти в гости к сирийцам караку юнглу на них что войск нету ну ладно неважно это все неважно объединили хорошо что ребята встретимся уже в следующей серии где попытаемся закончить эту войну я думаю мы закончим без проблем тут много у нас помощников помогает нам брать провинции а также посмотрим что получится у сирии возможно она даже победит этой войне если не сирия значит будем пробовать с кастильцами у них союзы как видите слабенькие Британия, Бургундия, Португалия я думаю с ними мы справимся ну что ж на этом буду с вами прощаться всем пока пока